Добрый день, дамы и господа! Сегодня у нас 22 декабря 2022 года. У микрофона Лилан Вайнстайн, город Лос-Анджелес, Калифорния. Наблюдая за плясками Москвы вокруг Китая, США не могли не ответить укреплениям Союза с Украиной. Вторым по величине государством бывшего Советского Союза, да и вообще Восточного Блока. Развитие военного потенциала России, ну по крайней мере на бумаге так казалось, привело ее к конфликту с главной супердержавой, которая не хотела слишком сильных региональных оппонентов. А уж возможное объединение соседей Китая и России, де юро или де факто, в не разлей вода союзников, превращало это объединение из регионального в, я бы сказал, планетарного масштаба объединения. США на всех фронтах, экономическом, политическом и военном, стало бы получать сопротивление, причем неизвестно с каким, что называется, результатом. А, скажем, территория вот этого объединения Российской Федерации и Китай, не обязательно де факто, де юро объединившись, а приблизительно одна пятая часть суши планеты, а население в два миллиарда, опять же, если объединить тех и других, правда, там Россия маленький кусочек всего была бы, но тем не менее, где-то примерно одна четверть, чуть меньше, чем одна четверть населения земного шара, со всеми запасами сырья, китайской работоспособностью и российской агрессивностью. Этот союз, усиленный шиитами на Ближнем Востоке, полностью менял раскладку сил в планетарном, как я уже сказал, масштабе. А африканцы так и не развили серьезную силу, там, сами мусульмане без помощи, там, кого-то, кроме фанатизма, ничем не обладают на сегодняшний день. Латинская Америка погрязла, там, в революциях, в социальных изменениях, Азия, кроме Японии и Южной Кореи, вообще на мировом арене, так сказать, никакого веса не имеет. Вырисовывалось противостояние, но, значит, раньше говорили, будет ислам против Китая, а, так сказать, как бы, вот вырисовывается сейчас немножко другое, новая ось Китай, Россия и Иран против существующего и контролирующего порядок на земле США, ну, там, можно считать их со-членами НАТО, а можно и не считать. А стратегически еще во времена Обамы стало ясно, что надо что-то делать. И обамовская стратегия была установить хорошие отношения с Ираном, с Россией, типа, так сказать, там, у вас там цели противоположные и нашим, но давайте подумаем, как мы можем вместе, так сказать, их достигать, мы там подвинемся, вы подвинетесь там и тому подобное, что не работает ни с Ираном, ни с Россией. Отсюда, кстати, договора были с Ираном, идиотские, про которые Израиль вопил, что вы делаете, ребята, вообще-то, куда вы двигаете мир. Объяснение Обамы в дружбе Путину, там, так сказать, если помните, там, передай Володе, что я там и тому подобное. Оно не сработало. Не сработало, несмотря на красивый фасад, ни Иран, ни Россия не привязали себя к США, оставив все возможности, как говорят американцы, на столе. То есть, так сказать, так и не закрыв дорогу, так сказать, в взаимоотношении с Китаем, с Поднебесной. С приходом Трампа усилия США сосредоточились на экономическом давлении. Трамп прекрасно понимал, что для закупок вооружения, создания, содержания армии, поддержки террористов нужны деньги. И стал перекрывать агрессорам, ну, скажем, агрессивным странам потоки, их денежные потоки. Доведя нефть до 36-39 градусов за баррель и начав экспортировать газ, Трамп лишил потенциальных союзников Китая главного, то есть, подпитки финансами. И результаты начали сказываться, так сказать, практически немедленно. Иран прекратил внешние агрессии через своих прокси. Россия перестала бряцать оружием, ну, то есть, вернее, бряцала, но для внутреннего рынка больше. А, значит, в Америке произошел борцовый переворот, и в Белый дом снова пришли люди Обамы. На этот раз план остановки сближения России с Китаем был решен восстановить, господа, все это мои спекуляции, мои идеи. Я нигде это, что называется, не видел, не могу подтвердить никакими документами. Поэтому, так сказать, хотите, что называется, слушайте, хотите, читайте, что это бред, так сказать, мне кажется, что это очень все резонно звучит. Так вот, Россия уже бряцала оружием, и было решено, вот как в Айкидо, знаете, так сказать, там на тебя несется человек, ты там не пытаешься его остановить, а отходишь в сторону, даешь ему пролететь, и еще и подталкиваешь щиток потом, чтобы он брякнулся. Вот именно вот такая стратегия была выбрана Соединенные Штаты Америки, то есть, выбрана Белым домом Обамы, Байдена, ну, так сказать, третий срок Обамы. И агрессия России против Украины было решено не только остановить, но и сделать вид такой, как бы, что мы вообще вмешиваться не будем. Поэтому там всякие выступления Байдена, если немножко и быстро, то мы не будем, а если многое, то будем, ну и тому подобное. Это полеты, так сказать, туда Бернса, в Россию разговоры и ничего не делания, то есть, разговоры разговариваем, делать ничего не делаем, что открывает сразу же дверь, а, либо не могут, либо не хотят, либо, так сказать, там, дадут. И еще что-то им говорили, типа, так сказать, там, вот, а мы вам, вы нам, там, тихонечко говорили. А поэтому никаких шагов, чтобы остановить Россию от нападения, сделано не было. Теперь все зависело, на самом деле, от Украины. Если она рухнет, там, третий день, восьмой, пятнадцатый, неважно, то Байден может сказать Кремлю, ну, вот, мы дали вам захватить Украину, возвращая имперские видения СССР. Китай бы не смог, видите, вот, так сказать, мы можем вам дать чего-то, чего Китай не сможет, и как важно дружить именно с нами. А если украинцы выстоят, то США будет поставлять им оружие для перемалывания российской армии, технологии и главного духа внутри России. Вот, дело пошло по второму сценарию. Украина героически выдержала, и с помощью оружия США и его сателлитов отбросила врага от основных городов и районов западной части страны. Россия, чем казалось, в восточной части, кстати, богатой углеводородами, и укрепляет район. Украина получает оружие, которое способно остановить бомбежки городов, там, нападения на энергоснабжение, коммуникации, но не получает оружие, с помощью которого можно победить. И вот приезжает в Вашингтон символ сопротивления Украины, одетый в зеленый защитного цвета, свитер Володимир Зе. Но не то Зе, которое нарисовано на российских танках, а украинское Зе. Произносит речь. Вы ее знаете, так что не будем ее повторять. И мы узнаем, что США, по словам Байдена, уже выделила 80 миллиардов долларов Украине. Я никак эту цифру проверить не могу, но уверен, что часть денег пошла на обучение мужчин в Мозамбике правам женщин, а часть переведут в Африку спасать мамонтов или куда-нибудь еще. Мамонты, кстати, для тех, кто не знает, вымерли давно. Но не в этом дело, не в коррупции демократического кокуса, а в том, что с тем, что нам рассказали, Украина не сможет выбить россиян из Донецка и Луганского, уж тем более из Крыма. Зачем мы это делаем? Зачем США это делает? Одно из двух. Чтобы либо Путин приполз к нам и предложил отказаться от союза с Китаем. Кстати, недавно в Китай летал, может еще там находится, Медведев, которого, возможно, готовят преемники нынешнего карлика-убийцы. Либо продолжать молотить дух россиян, если они не откажутся от своей китайской направленности. И вызвать так называемые центробежные силы, как на территории Российской Федерации, так и в Кремле. США хочет, чтобы Российская Федерация развалилась на контролируемые, ну скажем, куски. И если в 90-х политика США была собрать все страшное оружие в одном месте и укрепить это место, чтобы не развалилось, то есть, ну, Ельцинско-Путинская Россия. То сейчас задача, скорее всего, будет взять под контроль все институты и организации, хранящие эти средства массового поражения. Но не сохранять центральную власть, а развалить агрессивную страну на ряд удельных княжеств. Визит Зеленского был чисто символический. Байдену и Белому дому надо было покрасоваться, произнести речи, услышать хвалебные и записать на видео хвалебные речи Зеленского. Противопоставить себя республиканской партии, которая требует отчетности, которую, ну скажем, демократы никак не соглашаются ввести. То есть, поездка Зеленского – это эдакая придуманная американской администрацией Потемкинская деревня. Для этого Зеленского тайно перевезли из Украины в Польшу, где на базе НАТО он сел в американский военный самолет. Из Англии поднялся F-15, начал его сопровождать, и самолет-шпион НАТОвский тайно, так сказать, шел перед ним и проверял, нет ли там подводных лодок или какой-то опасности. И, значит, через 10 часов после вылета его, Зеленского, привезли в Вашингтон в виде вице. То есть, пришел, увидел, победил. Вот, в данном случае не победил, а произнес речь. И улетел. С моей точки зрения, ни с чем. Как этот визит? Вот это чисто глянцевая фотография, которую Белый дом просто, так сказать, запланировал на глянцевую фотографию, потому что ничего в тактике, стратегии действия Белого дома и Пентагона не меняется. Это их вариант B относительно России, по отрыву России от Китая. Так оно и продолжается. Десятки тысяч смертей, разрушения, полстраны разрушено. 7 миллионов, сейчас уже говорят, 7,5 миллионов перемещенных беженцев, перемещенных лиц, ушедших за границу. Может быть, еще там половина из этого просто по стране. Выбитые из жизни поколения. И все из-за того, что Байден решил отменить все планы Трампа. Везде. Не только относительно Украины. И все сделать по-своему. Хуже это или лучше, не важно. Главное, не как Трамп. И из-за этого, чтобы сделать не как Трамп, гибнет страна. Потому что вместо экономического ослабления России демократы решили делать то же самое, но военным путем. Вот и весь ларчик. Вот почему идет война. Вот почему нефть и газ дают Путину миллиарды. Вот почему гибнут и будут гибнуть россияне и украинцы. А также с ними вместе волонтеры из Грузии, Белоруссии и Израиля. На этом все, дамы и господа. Это было мое мнение. Ну, у вас, конечно, могут быть совершенно другие мнения. Если вы их выскажете в более-менее учтивой форме, то я с удовольствием их почитаю. И другие читатели и зрители тоже с удовольствием их увидят. До свидания.